Жители села Итык-Кёль Таттинского улуса показали в передаче «Хорошее утро» телеканала «Кубань-24» в связи с празднованием буква «Ы». Видео попало в социальные сети и набирает число просмотров среди жителей Якутии. На видеосюжет отреагировал также и руководитель региона Егор Борисов. Он про это написал в своем профиле Instagram. Далее расскажет Наталья Колесова. 2 февраля в России отмечался очень интересный праздник – Дня буквы «Ы». Наши коллеги утренней программы «Хорошее утро» телеканала «Кубань-24» решили выяснить, а есть ли в России населенные пункты, которые начинаются с этой буквы. Так они нашли на карте села Итык-Кёль Таттинского района, где проживает около 7 тысяч человек, зашли на сайт администрации и позвонили по телефону, который был указан в контактах. Мы, дорогие друзья, даже не предполагали, что нам прилетит такое видео. Сам глава муниципального района Таттинского улуса Республики Саха Михаил Михайлович Саров записал видео на профессиональную камеру. Целый сюжет огромный. Ниночка, ты все равно так не расскажешь. Точно не расскажу. Давайте смотреть, друзья. Внимание на экран. Таттинцы с удовольствием приняли предложение и отправили видеосюжет, где глава Таттинского улуса Михаил Саров вместе с земляками в национальных костюмах рассказали о своем родном селе, его достижениях и успехах, о суровых климатических условиях и передали привет всем жителям Краснодара. Мы, жители села Итык-Кёль, шлем вам слова благодарности, что вы проводите такое мероприятие, отмечаете букву «Ы». Мы очень рады, нам повезло, что наше родное село носит название именно с этой буквы «Ы». Дорогие кубанцы, мы искренне желаем вам крепкого, наш якутский алмаз здоровья, удачи и везения во всем. Хорошего утра! Спасибо вам, дорогие наши тык-куйольцы. Это потрясающе. Такие открытые, позитивные люди. Что-то просто невероятное творится в душе. 30 января к нам обратилась продюсер программы «Хорошее утро» телеканала «Кубань-24» Юлия Бубаева и сообщила, что 2 февраля, в день буквы «Ы» они хотели бы показать в своем утреннем информационно-развлекательном проекте сюжет. Когда мы отправили ролик в Кубань, мы не ожидали такой эмоциональной реакции. Мы очень рады, что солнечная Кубань и многие жители России узнали о нашей республике и о нашем родном селе. Я отдельный привет хочу передать Сыргалан. Дорогая, наше спасибо. У вас огромное сердце. Любим вас, обнимаем всей Кубанью. Видео попало в соцсети и набирает обороты среди жителей Якутии. Руководитель региона Егор Борисов также отреагировал на видеосюжет. «Я испытал гордость за республику и очень порадовался. Ну а для Михаила Михайловича и жителей Эдекюль теперь, думаю, открыты двери на все курорты Краснодарского края», – написал он в своем микроблоге в Инстаграм. В свою очередь ведущие эфира «Хорошее утро» передали ответный привет всеми якутианам и пригласили в гости в Кубань. Приезжайте, пожалуйста, к нам в гости. У нас лето долгое, море теплое. С праздником мы вас поздравляем с днем буквы «И». Михаил Михайлович, вам отдельное. Вот такое спасибо от всех жителей края. Это потрясающе. Обнимаем, целуем. Благодаря вот таким вот творческим людям наша республика прославляется не только на Россию. Мы хотим отблагодарить наших кубанских коллег. И сегодня наша передача празднует свой день рождения. Но в свою очередь мы хотели бы сделать подарок. Вот этот вот якутский чорон – символ счастья, богатства, изобилия. Чего бы мы и хотели пожелать нашим кубанским коллегам, знаменует вот этот чорон. Очень надеемся, что в скором времени наши коллеги будут держать его в руках. Они будут смотреть на него и вспоминать нас, нашу Якутию с теплотой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok